Печорский район Вторая тема. У нас сегодня наши котельные, которые находятся на прилегающей территории, в наших поселках и деревнях тоже нас вызывают опасения. Прежде всего это их топливо. У нас сегодня очень много разных котельных, 20 котельных на территории подчиненной. У нас есть и газовые, и угольные, и котельная в Каджироме 31 на нефти, 42 котельная в набережной на мазуте. Сегодня тоже возникают постоянные перебои с поставкой этого топлива. Сотрудники администрации муниципалитета поставили перед собой сразу максимальные задачи. Перевести три котельные в Каджироме, Чикшино и набережном на газ. Сегодня одно из наиболее экономически выгодных топливных составляющих при выработке тепла. Дешевле, экономичнее, целесообразнее. Практически не бывает сбоев по поставке газа. Конечно, эти котельные мы будем оставлять действующие в резерве после требования закона, чтобы было резервное топливо. Но хотим мы три котельных в этом году обязательно, хотя бы эти три котельных поменять на газ. Тут же будут построены модульные котельные. Как отметил Владимир Меников, скорее всего это приведет к снижению тарифов на тепло в этих трех поселках. Здесь разные источники финансирования существуют, и инвестиционные программы, и закладка этих средств в тариф, которые содержатся у населения и организации предприятия платят за газ. А также республиканские федеральные программы. Ну и конечно, бюджет республиканский, местный. Мы получили поддержку министра архитектуры и строительства, канонального хозяйства Олега Владимировича Казарцева. Сказал, что обязательно в этом вопросе у нас здесь был зимой несколько раз. За свое короткое время такое, пока он министр. Обещал поддержку в этом вопросе. Это конечно не да. Мы пригласили зрителей, если видели в кадре, представителей не только администрации, но и газовых предприятий. Печора Газ, Печорское ЛПУ, Межрегион Газ. Для того, чтобы их требования тоже нам учесть, как к этой струбе ВНКУ, нам сделать подключение, чтобы поставка газовой котельной была заранее согласована. В рабочую группу по строительству и газификации котельных в районе вошли главы поселений, представители газовых предприятий, сотрудники районной администрации. Их собрание также будет проводиться два раза в месяц.